Дельта 5, 14 После доклада разбор ошибок и все по-новому. Это тренировка. Однако ситуация приближена к реальной. Злоумышленника только не хватает. В основном мы в большей части тренируемся здесь на учебной тренировочной базе. Замечательная тренировочная база. Все для этого есть. Тренировки периодически, потому что это является основной нашей задачей охраны объектов. Мы учетно добавляем новую. Основная задача службы вневедомственной охраны это охрана общественного порядка и объектов форм собственности. К тому же сотрудники пресекают преступления, административные правонарушения и противоправные действия. В этот раз тоже все прошло четко по плану. За истекший период 2021 года было осуществлено 3957 вызов крупных задержаний по сигналу тревога. Сохраняемых объектов, на которых были пресечены попытки хищения имущества собственников и другие правонарушения. Сотрудниками местной охраны было задержано 41 лицо, находящее в розыске. За совершение административных правонарушений и преступлений было доставлено и передано в территориальные органы внутренних дел более 5000 человек. После отработки сигнала тревоги сотрудники перемещаются в спортивный зал. Здесь идет отработка приемов рукопашного боя. Давайте удар флаком прямо. Тоже бьет. Можно уйти, блокировать. Расслабляешь удар сделать. Команда подается колени к животу и сопровождается. ТК-тренировка проводится раз в неделю. На ковре Александр Ногин. Он старшей группы. Во вневедомственной охране работает 18 лет. Мечтал сюда попасть с детства. При должном желании и усердии стал одним из лучших. Теперь в регулярных соревнованиях отстаивает честь города. У нас каждый год проводится конкурс профессионального мастерства. И раз в три года проводится всероссийский конкурс. Это уже профессиональное мастерство. Готовимся. Занимаем места. Сейчас нам построили очень тренировочную базу. Так что у нас уровень повышается. Готовы к новым выступлениям. 29 октября служба вневедомственной охраны отмечает свой день рождения. И как водится в силовых структурах, праздник редко отмечают за столом. Это тренировки или дежурство. Чтобы в нужный момент времени сработать четко и без потерь. Поздравляю всех сотрудников, работников и ветеранов с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и успеха во всех начинаниях.